Эти исследования заставляют сначала смеяться, а потом задумываться. В Гарварде состоялось ежегодное вручение шнобелевских премий за самые идиотские научные открытия. За престижные научные награды не постеснялись приехать десятки ученых со всего мира, а кто не смог, общался с жюри на расстоянии. Победители получили периодические столики Менделеева. Первая награда досталась британскому ученому. Он доказал, что в отличие от людей, черепахи не начинают зевать, глядя назевающих собратьев. Делегаты из Японии получили премию за идею будить спящих на пожаре людей острой приправой васаби. Ученые, доказавшие, что принимать решение лучше всего с пустым мочевым пузырем, получили премию в области медицины. Почему люди время от времени тяжело вздыхают? На этот вопрос ответил психолог из Норвегии, получивший премию в области психологии. Австралийские биологи получили столик за описание того, как местные жуки спариваются с пустыми пивными бутылками. Особую номинацию придумали для отряда предсказателей, которые пророчили конец света на протяжении последних 50 лет. К сожалению, никто из них не смог предсказать эту награду и приехать на церемонию. Самые громкие аплодисменты сорвал мэр Вильнюса. Он показал минувшим летом, как надо бороться с оставленными на улицах автомобилями. За вождение советского БТРа по припаркованным Мерседесам он получил премию мира. Наконец, жюри вспомнило опыты полувековой давности, которые проводили в США эксперты по дорожной безопасности. Они экспериментально доказали, что не стоит садиться за руль, если забрало шлема, то и дело падает на глаза. Субтитры создавал DimaTorzok